У нас совсем недавно вышла книга Дмитрия Александровича Деброва «Раб-лампы». И сегодня Дмитрий Александрович не только расскажет про свою книгу, но и с большим удовольствием ответит на ваши любые вопросы. Потому что жизнь богатая, человека вы этого знаете отлично, давно. И я думаю, у вас есть какие-то вопросы, на которые бы наш уважаемый автор с удовольствием бы ответил. Да, охотно, конечно, Евгения Владимировна. Итак, вам слово. Вот, знаете, во все времена, во всех религиях есть такой символ уроборос. Уроборос, еще говорят, это же греческое слово. Это змей, кусающий собственный хвост. Чаще всего так формулируется цикличность времени. Вот, слушайте, я здесь, на Красной площади, впервые представляю свою книгу о телевидении. Казалось бы, ну все, дедулька, это же единственное, что сейчас остается. Но вот сидит гениальный корреспондент по культуре программы «Время. Первый канал» Кристина Левиева. Она слышала, как я читал новеллы из этой книги, собрав своих соратников по тому поколению. Взгляд Саня Любимова, Игорек Угольников. Вот, вот она-то как раз тоже сидела и слушала у меня дома вот эти строчки. И значит, телевидение, слава Богу, тоже уроборос. Это змей, кусающий собственный хвост. Если вы видите в программе «Время» подпись Левиева, вот эту корреспонденцию смотрите. Это неподкупный взгляд будущей России, перед которым невозможны прохиндиада за деньги и вранье за влияние. Спасибо большое, Дмитрий. Мы продолжаем наш разговор о новой книге, которая только что вышла в издательстве АСТ и называется «Раб лампы», переместившись из одного павильона в другой. И, пожалуйста, мы остановились на вопросах из зала. Если они есть, поднимайте руку, и я спущусь к вам, вижу один уже вопрос. А пока иду, Дмитрий, вопрос, который, наверное, объединит множество вопросов от молодых людей, наших читателей и зрителей. Что вы можете посоветовать новичкам, которые только начинают телевизионную карьеру и мечтают о славе? Выйти замуж, если это девушка, а если это джентльмен, попробовать торговать товарами из Алиэкспресса. Это лучше. Дорогие друзья, тот, кто хотел бы стать звездой, должен выкинуть эту идею. Стать телезвездой невозможно, ею можно только родиться. Точно так же, как главный в эпопее про Буратино, красного графа Толстого, не пьяниц, не папа Карло, труженик-столлер, а пьяница Джузеппе, которому посчастливилось найти говорящие полено. Это означает, полено умеет и мыслить, ведь говорить же надо какие-то мысли. Ведущий можно только, сравнить его можно только с такой частотой, с какой ты найдешь говорящие полено. Этим можно только родиться. А что именно нужно, чтобы у тебя было? Но об этом другой разговор. Прошу. Спасибо большое. Первый вопрос из зала. Дмитрий, исходя из того, что вы сказали про Леннона, процент славы можно измерить в процентах, так как я понял. Поэтому могли бы вы сказать, какой процент славы у вас на данный момент? А в 100% что возьмем, Леннон? Я не знаю, как вам удобнее. Если Леннон, 0,1%. А рассчитываете, вы его повысите до какого уровня? Да, пожалуй, нет. А вот Федя, пожалуй, повысит. Да, конечно, Федя повысит. Видите ли, какая вещь. Наша слава тепличного свойства. В том смысле, что большевики сусло. Вот, он же тут недалеко и работал. Специально, об этом я пишу в этой книге. Он построил вокруг русскую культуру, засунул в искусственно созданную теплицу. Антониони, Бертолуччи, Кубрик, ну, вы знаете, находили новый киноязык. Они рождали его. Тот забреский поинт взрывал, понимаете вы, особняки в конце фильма. А мы все друг друга, значит, осеменяя, вот эту сживали киножвачку. И культурную тоже. Вы читали литературу тех времен? Ну, найдите мне 18 отличий. Отличие Тендрикова от Трифонова, Трифонова от, господи, от Константина Федина, Федина от Георгия Маркова. Георгия Маркова, послушайте, это все, наверное, хорошие люди. Но только они писали литературу, которая никому не нужна за пределами этой теплицы. И вот теперь она распалась. Стены ее рухнули. Пальма пробила потолок. И выяснилось, да ничего совершенно интересного. Перечисленных, еще Нагибин тоже, перечисленных, достойных произведениях нету. Ни для англичанин, ни для француза, ни для швейцарца, ни даже и для самого русского человека 21-го года, 21-го века. Послушайте, это нужно было только в искусственных 60-х и 70-х, когда любая незамутненная дрянью мысль была на вес золота. Вы понимаете, какая вещь? Ну, дорогие друзья, ну, а что вы от совка-то хотите? Ведь мои-то произведения вряд ли будут понятны. Например, американцу он вырос совсем в других условиях. А вот Федины произведения, Сашины и Илюшины будут понятны. Но дайте срок, все-таки нам надо несколько поколений. Мы в 90-х делали нашу жизнь. Вполне естественно в 90-х закончить одно, в дипломе иметь одну надпись, а в налоговой другую. Вы знаете, что Абрамович лесотехник по образованию? А где учили на миллиардер? Да нигде не учили. Вот он и закончил, что было под боком. В Ухте или где он там, в Индии. Вы понимаете, какая вещь? Ну, вот сегодня уже на роль менеджера не возьмут толковый парень. Как я пишу в этой книге, мы с Левой Новоженовым на телевидение брали толкового парня. А где было других взять? А сегодня нет. Хочешь быть менеджером? Покажи свой диплом. Вышка? Плешка? Ну, а лучше бы, конечно, Лондон. Вот кто сегодня менеджер? Так не получится, чтобы банк основывал человек, закончивший Московский институт стали и сплавов. Так не выйдет. А Фридман именно его и закончил. Сегодня Фридман на работу выпускника МИСИС, наверное, и не возьмет. Если только не касается дела инвестиций в сталь и сплавы. Не-не-не. Вот в чем дело. А вот телевидение – это дело другое. Спасибо большое. Следующий вопрос из зала прямо. Дмитрий. Вот вы очень лихо распределяете живущих и ушедших по полочкам и по классам. Какой категории вы относите сами себя? Слава, популярность и узнаваемость. Что имеете вы относительно самого себя? Спасибо. Есть древнееврейское учение Каббала. Там есть такие слова. Все, что не цифра, все ложь. Что бы я сейчас про себя не говорил, но это, если только... А надо бы вас и потешить под этим солнцепеком. Там-то в шатре хотя бы вы были защищены от солнца. Поэтому, чтобы вас хоть как-то пожалеть, можно было бы пошутить. Ну вот, пожалуйста. В человеке не так смешно, что он из себя представляет, как то, что он хотел бы из себя представлять. А вот я, например, хотел бы из себя представлять русского писателя. Поэтому надел такие мятые, вот эти пиджаки льняные, вот такой шарф. Как всю жизнь надевались мои друзья-писатели. Витюша Ерофеев, Володя Сорокин, вот кто там. Вот они вот так всегда ходят. Ну не так, они лучше, конечно, ходят. Вот Боря, ну вот Гриша, вот такие. Свободная одежда. Мы так наделить не умеем. Ну вот, видите. Значит, вот какова моя квантификация. Если вы послезавтра, в субботу, в 16.00 включите первый канал, вы увидите там меня. Хронометраж моего выступления в субботу вечером послезавтра, 21 век, 21 год. Полтора часа. Скажите мне, кто еще из тех, кого вы знаете, ведет полуторачасовой сольный эфир на первом канале самой большой страны на свете. 62 года. Дорогие друзья, когда молодые люди подходят и говорят, а вот тиктокер, у меня там 5 миллионов подписчиков и просмотров. Кстати, тут есть полезная для тиктокеров тоже часть книги. Я говорю, товарищ, так ведь это у тебя просмотров в течение месяца, полугода. Ну сколько там положено. Сначала-то 1200 народ-то за первую неделю посмотрит, а потом набирается. А у меня послезавтра, в субботу, в 16.00 20 миллионов. Да уж если они меня-то смотрят, точно значит, не амебы, не простейшие, не одноклеточные. Это вот одна штука. Вторая, я вывел из бесконечной череды общения с людьми, с кем стоит общаться, потому что от них рождаются новые мысли, идеи, новая реальность. Вот, кстати, названные мною фамилии среди них, вот еще Быков, фантастический. 15 минут разговора с Быковым, 3 недели размышлений, фантастика. А ведь он вовсе и не собирается быть придатком в советской энциклопедии, вовсе нет. Просто он так живет, так ну вот и нам бы так. В любом случае, я вывел квантификацию художественности. В случае с телевидением это слава. Вот это что? Повторное обращение к продукту. Нам, вот если мы будем сравнивать славу телевизионную, она, конечно, уступает славе писательской. Вот же зачем я здесь и сижу. Вот почему здесь руководитель издательства и стоит? Это я перед будущим заискиваю. Потому что телевизионщик страшно популярен в ту секунду, как его смотрят. Почему я назвал свою книгу «Раплампы»? Мы все могущи, пока лампу трут. А вот не труд, ай, хоть полторы тысячи лет будешь совсем своим всемогучством сидеть в забвении в маленькой лампе. Дорогие друзья, но уже в понедельник твоя передача уже устарела, она неактуальна. Через неделю ее вряд ли кто и посмотрит, хотя на сайте Первого канала есть такая возможность. А через месяц, ну, кому бы она была нужна? А если тебя выгонят, так через год и вовсе забудут. Как я пишу в своей книге, остается только ходить по Останкино. В курилках вспоминать о том, вот как вот ты с Парфеновым, с Дебровым, с Познером на одной вот площадке работал. Ну, а потом перемещаешься плавно в учрежденный на месте былого общественного туалета наш ресторан «Твин Пикс». Это у нас такой, так сказать, корпоративный ресторан. Ну, а потом все, остается только идти в преподаватели телевизионных вузов. Значит, вот повторное обращение, например, к рейцеровой санате бесконечно. Чехов бесконечен в смысле славы, потому что повторное обращение к нему не иссякает. Вот сейчас дети вырастут, и они в Чехове найдут единственную возможность для русского человека – сплав глубины и сарказма. Боитесь одиночества? Не женитесь. Чехов, если бы это был мой ребенок, я бы его изжарил на сковородке и съел. Вот эта фраза Соленова из «Трех сестер» по сей день вызывает бурю оваций в любом русском театре, где идут три сестры. А они только и идут, потому что сегодняшние драматурги не пишут о сегодняшнем дне. Говорят, надо бы устояться впечатлением, вот только через 30 лет будет понятно. Да не поэтому, мне так кажется. Но это другой разговор. Значит, и видите, повторное обращение к Чехову дает совсем другое качество славы. Я надеюсь, в этой книге Раплампы есть достаточно оснований вам повторно к ней обращаться. Вы прочтете эти новеллы, но через месяц, уверяю вас, открыв ее заново, вы вновь и вновь будете открывать новые подсмыслы, потому что каждое слово там коннотативно. Вот я хотел бы, между прочим, поменять Эгрегор с телевизионного на книжный. Кстати, что такое Эгрегор, тоже можно там узнать. И вот я бы хотел как раз не о телевидении говорить, потому что, ну, слушайте, ну что вы спрашиваете, вы же знаете. А вот о телевидении. Посмотрите на первую строчку. Это же Иван Игутовский подход к ней. Посмотрите на ритмику, с каким создан нарратив в этой книге. Послушайте, это моя гордость. Кроме того, там интересная варева, там есть документалистика, да, но там есть и художественные новеллы, художественные образы. Там, разумеется, во многом, ну, многие из персонажей имеют прототипы, но они наделены типическими чертами, которые посмотрел автор в 90-е, в 2000-е. И, значит, это уже сродни созданию системы образов префикшен, а не нонфикшен. Так что вот так до сих пор и непонятно в этой книге, это Дебров-то о себе или не о себе. А я вот вам и не скажу, вы ее прочтите. Но именно от того, что вслед за Чеховым, а мы ведь земляки с Чеховым, он же говорил так же, как я, ядреным словечком, но дело не в этом. Он же говорил с этим акцентом. Единственная разница, он-то говорил поглубже, черт, телевидение помешало. Но в любом случае, вот, дорогие друзья, что я думаю о себе. Who do we think we are? Так называлась последняя пластинка золотого состава группы, которая полностью поменяла нашу жизнь всего нашего поколения в 73-м году. Я говорю о группе Deep Purple. Все, что следует. Они потом еще собираются на другие пластинки, но ушел вот этот гребень времени. Я надеюсь, что от этой книги гребень вот сам времени, на котором взлетает тот или иной эстетический продукт, не уйдет. Я так надеюсь. Спасибо большое, Дмитрий. И следующий вопрос из зала. Здесь мы. Добрый день. Здравствуйте. Вы правильно сказали о том, что успех он и на ютюбе успех. Хочешь успеха? Докажи, что ты можешь. И в своей книге вы пишете, что успех он и в тиктоке успех. И мы можем легко вспомнить успешных тиктокеров. Это тот же самый Даня Милохим. Или успешных ютюберов. Это Моргенштерн. И там нет Чехова, там нет умных мыслей. Один чувак в платье с сережками, второй в татухах, поет полутораминутные песни, в которых вообще непонятно, что там. И это успех. Как вы относитесь к такому успеху и чем вы можете его объяснить? Это аудитория нишевая или что? Я хотел бы... Спасибо за вопрос. Приответьте на ваш вопрос. Процитировать. Гениальное Блюмэн Групп шоу. Кстати, оно более популярно в Лас-Вегасе, чем мой любимый Гила Либерте со всем выводком. Сергей Сориев. Вы знаете, о чем я говорю? Нет? Опа! Ха-ха! Вот и разница. А кто такой Шпенглер? Ну, вы-то знаете, а они нет. Отвече. Вот какая штука. Сейчас так процитирую. Кажется, мы разные. Но есть одна общая система, которая объединяет всех нас до единого. Кто бы мы ни были, мы обязательно, помимо нашей воли, отдаем частицу себя в этот общий, в общую систему. Мы сами не знаем, кто рядом с нами отдает частицу себя в это же время или в эту же систему, но мы знаем, что она есть. Иногда она, конечно, она, конечно, становится видимой и отдает нам некоторую часть того, что мы отдаем ей. Но это бывает редко. И мы не нуждаем и я, и я, и я, и я, и я, и я, и даже Бузова. Так queremos так поймал, которая также объединяет. Я думаю, что мы все объединяем и жителей, и Нью-Йорка, и Токио, и Ростова-на-Дону, и Кемерово. Что же это за система? Шамбала, масоны, городская канализация, это вот тот стиль, в котором написана книга, этот стиль, стиль мысли, а уж затем стиль изложения, характерен для нью-йоркского урбанизма, для интеллектуалов из Дрездена, для умников Парижа, по ночам на Монмартре вот такие же разговоры, вот в этом ключе, удивительно, но интеллектуалы всего мира говорят на одном языке, хотя изъясняются на разном, каком, вот почитайте эту книгу, вот так, если вы научитесь говорить, вы будете своим везде, включая Букингемский дворец, хотя не знаю, что вы там будете делать, кроме, как относятся экскурсоводы к вам, это я не знаю, дорогие друзья, надо иметь в виду ведь, что коннотация, вот что, вот если кто-нибудь бы у меня спросил, а я вот впервые в жизни, дорогие друзья, вот на презентации книги, надо же, напротив Кремля, ну фантастика, вот это счастье провинциала, ну надо же, а я ведь вчера должен был ее впервые представлять, ну вашему брату, читателю, вчера, в ТЦ Европейский, но отказались из-за, ну Собянинского антикоронавирусного указа, и Господь так управил, чтобы вот отсюда пошла бы история, ну вот моего авторства, вот эта же история, да ведь, вот же где, ведь когда прекрасный редактор ОСТ, гениальный редактор, вот такой-то как раз и делал всю жизнь русскую литературу, менялись только имена, а существо редактора оставалось прежним, ну я назову Елену Толкачеву, это редактор ОСТ, вот она как раз инициатор, вон она сидит, как всегда под солнцем, никто ей даже зонтик-то не даст белый, как это вот писателю-то, Бунину бы дали, а редактору, который Бунина, вот пожалуйста, господа, вот, кто говорит, что режут, да нет, если хорошо пишешь, так кто же тебя зарежет в текст, так вот, я хотел бы просто сказать, что если бы меня спросили, ну вот каковы достоинства, каково одно достоинство твоей книги, вот, ну не книги точнее, а вот языка твоего, дебровская манера, я бы ответил, коннотация, коннотативность, вот мне кажется, что вот эту книгу будут изучать, мне бы хотелось, на филологических факультетах по теме коннотации русского языка, каждое слово имеет 4, 5, 6, 7, 8 и 10 смыслов, оно так вообще в жизни, но вот мало кто из писателей занят этим, к сожалению, те люди, которые переводят современных американских авторов, ну, например, позволяйте так, он облег мои мысли в слова, облег в слова, вот прелесть, куда делся Набоков, слушай, приди, разбомби это безграмотное отношение к литературе, вот я надеюсь, что вот эти слова не относятся к этой нарративности. Спасибо большое, Дмитрий, у нас есть еще вопрос справа от вас, пожалуйста, вопрос из зала. Здравствуйте, у меня к вам вопрос как к человеку, который занимался музыкальным образованием широких масс населения, как найти для себя новую хорошую музыку, если старая надоела? Хороший вопрос. Как ее, зараза, найти? Сейчас ведь каково же распространение музыки? Нету компакт-дисков, нету вообще ничего, есть только iTunes, стрим. А в стриме имеет так называемый Genius. Это такая машина, такой, так сказать, программный продукт, который анализирует, что вам понравилось до сих пор и предлагает из миллионов всего, что наваяно только за последнюю неделю, миллионы треков, и сегодня дома все монтируют, предлагает вам более-менее похоже и по темпо-ритму, и по настроению, и по гармонии музыкальный кусок. Genius. Это. Второе. Знаете, в 17 лет девочка начинает любить только то, в зависимости только от того, какой мужчина встретился ей на жизненном пути. Обязательно это должен быть взрослый мужчина, потому что ровесник любит всегда то, что относится к вегетативной нервной системе. Вегетативная нервная система – это потоотделение, репродукция, это сон и прыганье, и выделение адреналина из надпочечника. Вот это нужно молодым людям, это естественно. Вот тут подходит А4. Знаете, нет? Влад А4. Бумага. Кнопка. Будем веселиться. А если кнопка красная, то ей нужно измениться на серую. А Влад А4. Гулен Кобяков. А4. Бумага. Хорошо? Это у меня Федя любит. Ему 6 лет. Это его любимая. Я люблю это. Мне нравится. Хорошие парни из Беларуси. Это А4. Сегодня номер один по популярности. Ну, вот эта вот музыка и видеоблогеры в интернете. Фантастика. Будем веселиться. А если кнопка красная, ей нужно измениться на серую. Если не эта, то только от мужчины, который гораздо старше вас. Вот он должен показать вам оркестр Махавишну и Пинк Флойд. Потому что у него совсем другие мысли в отношении вас. Да. Конечно. Без такого романа ну, девочка вряд ли будет замешана круто для будущей жизни. Так не бывает. Вот от мужчины. Но тогда, если вам скучно то, что сейчас, видимо, мужчины этого нет, так вспомните, что он вам показывал. А самое главное, я бы рекомендовал вспомнить вот этот восторг, это ликование от того, как вы... Ну, это я вот помню, например, как всем... Ну, у меня это не мужчина, естественно. Мужики сами друг другу в 17 лет показывают. Знаете, я помню прекрасно 75-й год, когда Пинк Флойд выпустили в Ищеваги. И я увидел, что и вторая вещь может быть не хуже первой. Как правило, во всех областях, от кино до литературы, вторая всегда хуже, чем первая. А в данном случае, я помню этот восторг. Dark Side of the Moon перевернул нашу жизнь, наше представление о мире. И следующая пластинка Выщеваги я добила. Забила золотой гвоздь в гроб большевистской эстетики. Я помню это ликование. И сегодня с легкостью можно вернуть себе это фантастическое вот это Билли Айлиш. Это ощущение невероятное. Как вот когда увидел Пинк Флойд, ну, ощущение тоже. Вот это да! Фантастика! Вот, пожалуйста. Как ее еще искать? Я не знаю. Ну, вот попробуйте все-таки войти в контакт с такими людьми, а в интернете это же очень просто, которые как раз равны вам. Кон гениальны! В том смысле, что равны по духу, ну, по вектору. Вот. И наверняка музыка, ну, музыка сейчас не так важна, как в наши годы юности, но наверняка с музыкой тоже они связаны. Ну, и джинир, в конце концов. Вот я сейчас, например, делаю музыкальный продукт. Прошлым летом, благодаря коронавирусу, инсульту, я написал книгу. Я бы, знаете, вот бы очень хотел, чтобы все-таки бы, вот я бы не на презентации, Евгения Владимировна, оказался бы, а на автограф сессии. Хотя автограф, я пишу в этой книге, это самая ненавидимая мною часть славы. Хуже может быть только селфи. Но мы обещали нашим читателям автограф сессии. Это не то. Вот если бы прочли, то тогда бы задавали вопросы о книге. А сейчас ведь только первый день, что книга в руках. Вот удивительно. Дмитрий, на второй или третьей презентации появятся, я надеюсь, вопросы о книге. Я надеюсь. Очень надеюсь. Вот. И тогда бы, знаете, как вот мне кажется, наверняка, ну вот повторяю еще раз, это вот просто не так смешно, что он из себя представит, как то, что хотел бы из себя представить. Я-то полагаю, что если здесь есть кумулятивный заряд, то самый текст пойдет по стране, ну вот по умам, как вирус вот этот, благодаря которому я написал его. Вот так я думаю. Кстати, я когда делал антропологию в, господи, в 97-м, я так вот и думал, вот уж и ночь, и кто ее смотрит. Но если там есть термяга, валентность, она пойдет. И вот пошла, пожалуйста. Знаете, так вот я хотел сказать, что прошлым летом я написал книгу, а вот этим летом я делаю музыкальный проект. Я уже говорил, так спрашиваю, ну как пойдет, по-моему. Ну уже Киркоров мне говорит, слушай, пойдет, может пойти. А уже лучше, чем Киркоров, никто не знает, что пойдет, что не пойдет. Знаете, как это что? Вот бы Клептон запел бы по-русски полиритмию. Леня Агутин работает больше с кубинской полиритмией, а я больше с бразильской. А вот какой я делаю сейчас музыкальный проект 20 лет спустя. Роме Пепсикола, ну в свое время, ну слава богу, она есть, так я теперь новое делаю. Вот это для вас. Не пропустите. Не пропустите. Вот мой новый музыкальный проект. Наверняка вам понравится. Спасибо большое. У нас есть вопросы с зала. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Вы знаете, я смотрю на вас, мы с вами уже знакомы какое-то время назад, и смотрю на вас, на серьезного телеведущего, человека, которому 62 года, а вижу 18-летнего парня, который сейчас открывает для себя что-то новое. И книга, то, как вы о ней рассказываете, то, как вы рассказываете о телевидении, о музыке, о телесмотрении и о Ютубе в том числе, о том, как современным молодым людям нужно стремиться не в телевидение попасть, а быть интересными и находить свою аудиторию на более правильных альтернативных площадках, потому что в том числе молодежь смотрит уже не телевизор, а смотрит интернет, и в том числе то, что сам Ютуб предлагает, исходя из аналогичных просмотренных тобой роликов, аналогичного контента. Вот хочется спросить, как вы видите для себя, скажем, ближайшие лет 10 развитие и телесмотрения, и творческого развития как музыкант, как телеведущий? Не хотите ли вы уйти в альтернативные какие-то, кроме книг, альтернативные какие-то интересные проекты, в которых молодой публике было бы интересно, потому что я помню, как вы вели в ресторане «Кто хочет стать миллионером?» Это же было интересно. Был небольшой зал, но это было горячо, интересно, ярко, жизненно. И, к сожалению, Первый канал смотреть очень-то не хочется, по крайней мере, определенному количеству молодых людей. Мне хотелось бы понять, о как получить хороший, качественный контент, но в альтернативных источниках. Спасибо. Спасибо большое. Ну, во-первых, спасибо на добром слове. Телесмотрение, оно будет всегда, потому что человеку свойственна аврамическая идея. Вот у нас из пяти конфессий четыре аврамических, пятое нет. Ну, пятый буддизм говорит о том, что если просветишься, сам можешь стать Буддой. Ну, это неинтересно, нахрен мне Будда? Нет. Мне надо, чтобы кто-то был пантократ, вседержитель, чтобы папа был, образ отца, чтобы вот я бы грешил бы, а он бы меня прощал, ну, стало быть, отвечал бы, брал на себя все мои грехи. Конечно, строгий бы был, но всепрощающий. А я-то что? Мне надо, чтобы кто-нибудь был сильнее, чем я, а то я как потерянный ребенок. Вот же говорю, а тут у нас как раз телевидение. Послушайте, когда ты смотришь интернет, это не то, как ты смотришь телевизор. Мы на телевидении орудуем термином последняя миля. Вот когда мне говорят, выступите там, или вот можно ли интервью, я сейчас спрошу, какова последняя миля. Это практически, ну, то есть, последняя миля, как именно твой контент доходит до зрителя. Это Останкино, это одно. Интернет, это другое. Останкино, это, ну, вот интернет, это ты. Останкино, это тебя. Потому что, ну, вот посмотри, историю своих походов по интернету в браузере, вот ты кто. О, как ты против там вот этих бедных, Дани Милохина и Бузова. А, посмотри-ка ты, брателла, свои метания за последнюю неделю. Все же бухгалтерским способом учтено, да ты только их и читаешь. Вот ты кто. Чтоб ты там о себе не говорил. Много там у тебя, например, походов по действительно хорошей, хорошей вот википедии, да нет? В основном вот это все. Чтоб знать, что ненавидеть, скажешь ты, а что любить, это ты уже знаешь. Дело в том, ведь, что мы же хотим, чтобы вот нам бы отсюда показывали, что, что бы мы ни делали, но где-то, где-то есть Москва, вот там вот есть Кремль и там до утра не гаснет заветное окно и добрый, умный, трезвый, не курящий, мзду не берущий наказывает тех, кто мзду берет. Вот у нас-то в Саратове видно же, кто тут что крадет, а вот там есть правда и оттуда скоро прилетит к саратовскому, ну, к тому или иному губернатору, чиновнику, кому губернатор? Прекрасный человек, чиновнику. Вот, зачем нужно Останкина? Это в интернете нет. В интернете ты сам себе ополовиниваешь смотрение так, как считаешь необходимым. И здесь есть еще одно. Вы видели, как американцы, ну ладно, не надо американцев, швейцарский гаишник останавливает швейцарца? извините, пожалуйста, будьте любезны, вы нарушили, а если не нарушили, вообще не имеют права остановить. Ой, извините, пожалуйста, проходите дальше. Это же швейцарец. А вы видели? Продолжать? Вы видели, как в некоторых отечественных телепрограммах ведущие новостей шутят? Им сказали, значит так, вот сейчас будет смена шутите. Как жалко и мерзко, как это низкопробно и пошло. Потому что начальник телевизионной новостной программы насмотрелся американских, например, доброе утро, их там 15 на разных каналах, там по 4 человека их ведут. Они, конечно, шутят друг с другом в прямом эфире по утрам. Так шутят. Достойные свободные люди по 5 миллионов долларов в месяц получающие. Что же мне пошутить-то? А у нас кто шутит? Вот что им сказали. Вот, шути, мать твою. Что-нибудь такое о вещах, о вещах пошути. Не дай Бог тебе со своими шуточками. Я тебе пошучу. И вы хотите сказать, что это элегант, это дерьмо. Понимаете? Я-то из 90-х. Почитайте мою книгу, как мы делали телевидение. Вот тогда мы шутили, как есть. Вот тогда мы рулили, потому что мы были, в самом деле-то. Это была жизнь, как она есть. А сейчас же имитация. И вы хотите сказать, что вот такие шутки пройдут. Знаете почему? Да потому, что русский человек себя не любит, не уважает. И это все наследие большевизма. Дорогие друзья, а что меня действительно уважают? Ты где ешь? Опа! Это большая ошибка. Мы с Левой сделали программу «Времечко». Именно, чтобы побороться с этой мыслью. Нет-нет, ты дорогого стоишь. И ты можешь быть героем аж телепередачи. Я имею в виду на федеральном канале. Брат, ты только действуй. Ты ж только не сиди. Ты ж только производи. Вот какая штука. А в интернете, к сожалению, русский человек по-прежнему имеет дело сам собой. Правда, тут он берет, естественно, реванш. А вы посмотрите, например, треды на сайтах женских порталов. Вот где образец вкуса. Вот где неустанные ревнители высокого искусства. Какая сумочка! Фу, дрянь! Фу, как-то бесвкусно! Ой-ой-ой! А то, а если увидите где-нибудь фотографию Деброва со своей женой в, между прочим, Миссис Россия в 2017 самая красивая школьница Ростова-на-Дону. Это вот правда. Мне достались удовольствия это говорить. Это еще, правда, и мать троих детей. Ой, какой ужас! Дедушка с внучкой! Ой-ой-ой! Значит, когда у меня был прямой эфир, я научился с этим бороться. В этой книге это написано. Я обычно говорил, скажите, пожалуйста, кто по профессии? Здесь обычно я выигрываю. Ну, в лучшем случае, инженера. Интересно, чего? Инженер этот, вон, Тесла, Никола Тесла. Вот он инженер, а ты какой-то инженер. Там паучку за какие-нибудь дурацкие почеркушки получаешь. Это не паучка, дерьмо. И ты еще будешь что-то говорить про Деброва с женой? А еще бывает иначе. Я говорил, когда уж совсем, когда речь о вкусе, когда речь о том, как вы... Я всегда спрашиваю, будьте любезны, напишите то, что видите сейчас перед глазами. Опа! И выясняется, что вот этого всего прекрасного представления о вкусе на себя-то как раз и не хватило. Конечно, такой человек не любит. То, что сам из себя представляет. Ведь каждый же доволен, каждый... Никто не доволен своим нынешним положением, зато каждый доволен своим умом. А вот интернет, это, товарищи, ведь каждый ненавидит еще и свое тело. Даже Анжелина Джоли. А интернет, это как раз возможность освободиться от него, но долго без тела не проживешь. Ночью, да, днем тебе придется смотреть Останкино. Видите это? Это руководит вашей жизнью. Дмитрий, спасибо большое. И с боем курантов на Спасской башне мы завершаем встречу с Дмитрием Дибровым. Давайте ему скажем спасибо аплодисментами. Спасибо за внимание. Уважаемые читатели, автограф-сессия начнется через 5 минут. Вам надо пройти слева от сцены последний шатер по движению. Белый шатер. Там же вы сможете приобрести книгу «Рап-лампы», которую мы сегодня презентовали. И Дмитрий Дибров, если будет любезен, подпишет вам эту книгу. Пожалуйста, проходите. С левой стороны от вас последний белый шатер. Он не белый, он деревянный, мне сказали. Деревянный шатер, последний по ходу движения слева от вас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...